Где то самое ощущение удовлетворенности? Четверо детей, 16 миллионов подписчиков, платья красивые. Ну вот эти-то люди там в телевизоре, они живут. А ты рожден для большего? Губы вставила, брови себе вставила, все сделала, а счастья все еще нет. А если человек еще ничего не реализовал? Артур, выходи. Привет, Артур. Привет, привет. А что за тема сегодня? Я на самом деле не помню ее. А ты рожден для большего? Я, да. Сейчас все больше и больше люди стремятся к саморазвитию, им становится это более интересно, и они хотят расти. И вот как человеку понять, что он уже готов, что он уже созрел, и с чего лучше начать? И что он просто не следует тренду какому-то, а у него реально как бы есть какие-то задатки, является какой-то внутренней сутью. А у вас есть какой-нибудь ответ на это? Может быть, кто-нибудь в студии хочет ответить, или как почувствовать, как понять, что ты готова для большего чего-то? И вообще, для чего большего? Для чего-то немыслимого как раз. То, о чем... Вот я помню это с детства ощущение, что есть что-то, но какое оно, даже не можешь представить. Я пробовала представить, я даже описывала в дневнике, то есть как я иду, я как будто бы везде, но меня не видно никому. Вот это ты, ладно, серьезно? Да, если я найду этот дневник. Серьезно, вот так? Да, я ощущала, как будто вот идет тело, я ощущала, я иду по улице, я даже описывала этот опыт, я иду по улице, но меня никто не видит, и я больше тела как будто лечу вот этим пространством по всей этой улице. И это я описывала как бы свое какое-то, не знаю, идеальный мир. А сколько тебе было когда-то? Десять. 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 Может, одиннадцать, наверное, одиннадцать. Как будто вот эта жизнь, она немножко такая ненастоящая, а есть глобальная какая-то вот прям настоящая, и она идет как будто параллельным каким-то срезом таким, то есть она в параллельном мире существует. Мне вот так казалось. Просто невероятно для меня это. Давайте название сменим на невероятное. Нет, нет. И когда появился фильм «Матрица», я была уверена, что вот поднялся человек, который вот меня туда отведет. Наконец-то. Добро пожаловать. Это честь для меня. Угу. Ты появился. Появился, отвел. Да, сразу же, мгновенно. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Ты тыщ. Так, на улицу отвел. В мир, в реальность. Да, я понял. Я понял. А у кого-то еще было такое вот что-то, какое-то стремление или предчувствие большего чего-то? У тебя было? Да, у меня было. У меня было такое ощущение, что я живу, и это не все. То есть я понимаю, что должно быть что-то еще. Не просто выйти замуж, не просто там устроиться на какую-то хорошую работу, заработать денег, создать семью, там еще что-то, то есть должно быть что-то другое. Это не все, на этом не может закончиться. Ну и вот как ты себе это представляла? Что это может быть? Я знаю. То есть это просто чувство какое-то? Да, я всегда. Вот у меня было прямо четкое, стойкое чувство, что должно быть что-то еще, и это будет, это произойдет. То, что, ну и... Вот мне, знаете, что интересно. Я-то, понятно, я с этим чувством жил, и я как бы, в общем-то, потом в картинках увидел, что будет. Точно знал, как бы. Но я думаю, а у всех людей такое или нет? Потому что я своим друзьям говорил, они говорят, вообще не понимаем, о чем ты. Когда я своим друзьям рассказывал, что у меня есть чувство, что я рожден для чего-то другого, для чего-то очень большого, для чего-то вот такого вот, не знаю, там. Я описывал, ну, когда школу закончат, они говорят, типа, разбогатеть. Я говорю, да нет, это как-то, ну, мало, то есть само по себе. Они говорят, что, круто? Вот, и я понимаю, что я не могу в словах это описать. Это чувство, да, которое вообще невозможно объяснить. И оно появляется в каком-то определенном возрасте. Вот ты говоришь, что там 10-11 лет, и ты даже записала это. А у тебя в каком возрасте появилось? У меня, наверное, попозже появилось уже, ну, когда я была подростком, или даже чуть еще попозже. А что это чувство давало? Вот когда вот, ну, может, у кого-то в студии там, когда оно появилось, что оно давало? То есть оно все время, постоянно было или нет? Я его ощущала, как вот четко понимала, что там кто-то влюбляется, какие-то строят планы, там, карьеры, кем-то стать, вот даже в этом возрасте. А я понимала, что точно не вот это. Что это все какое-то такое мелкое. Родители говорят, ты там осторожнее, не влюбляйся. Я думаю, о чем вы вообще говорите? Это какая-то такая вообще мелочь жизни. Это даже не стоит внимания человеческого, что есть что-то такое грандиозное. Оно как бы не обязательно, что это чувство есть. Или не обязательно, что оно у вас там с рождения. То есть, как я понял, когда оно в раннем половом созревании, оно, ну, значит, что скоро там, ну, через 2, 3, 5, 7 лет ты пробудишься, осознаешь себя. То есть оно может произойти само собой. Не обязательно встретить, например, тебя. Исключено практически само собой. Оно не происходит само собой. Ну, то есть, когда вы говорите, что пробуждение происходит само собой, я вам скажу, что вы говорите. Это как будто бы, само собой, ты научишься играть на рояле. За секунду открываешь крышку рояля, и само собой как-то оно пойдет. Вот то, как оно пойдет само собой, вот... Можно, конечно, побремчать. Ну, вот... Или там, само собой, ты садишься в самолет и полетела за штурвалом. Ну, то если ты не можешь, само собой, просто за секунду начать играть на гитаре, ни разу до этого попробовав, не занимавшись, то ты и не пробудишься никогда. Никто не пробуждается, само собой. Такого не бывает вообще. Этому предшествует определенное событие, определенная практика. Она должна быть. Либо ты встречаешь человека, который находится по ту сторону мысли, и он способен тебя перенести туда. Но тогда потом у тебя будет практика. Быть пробужденным очень ценно. Ты просто не знаешь этого. Ну, вот скажем, я у своего знакомого спрашивал как-то, я говорю, а зачем ты вот эти там часы за миллион долларов покупаешь? Ну, что тебе это дает? Время все одинаково показывают. Что за 20 долларов? Что за миллион долларов? Он говорит, это, ну, другим людям показывает, кто ты. И я говорю, мне все равно, что они думают. Она говорит, ну, надо производить впечатление на людей. Вот, а если у тебя такой потребности нет, производить впечатление на людей, то, в общем-то, ты не сможешь понять такую покупку. Ну, да, вот они вроде как обычные часы. В целом, ты смотришь, ну, как бы часы и часы там, да. Но другие поймут, что это очень дорогие, только те, кто действительно знает. Ну, те, кто твоего круга люди, они могут понять, да, и, ну, подумать, что у тебя хорошо дела идут. Если у тебя часы там полмиллиона, миллион долларов, ну, значит, ты намного большим, как бы, ну, обеспечен в жизни, и поэтому у тебя всё стабильно, с тобой можно дела какие-то вести. Вот если не все об этом чувстве говорят, как тогда людям это в себе распознать? Может быть, у человека есть такое, а может быть, нет. Он должен в себе искать вот это. Или это само даст ему сигнал, что он к чему-то готов. Ты знаешь, я могу тебе сказать, есть одно стопроцентное чувство, одно стопроцентное, и оно появляется в различных ситуациях, вне зависимости от ситуации, даже так бы я сказал. То есть оно появляется, знаешь, это чувство, что чего-то тебе не достает, несмотря на весь твой успех или реализованность. Вот что-то, как будто бы тебе не хватает. И там у тебя у человека может семья быть, да, например, дети, и всё хорошо. И собака, и дом за городом, куда можно съездить, и пара машин, которые ты в удовольствие купил себе. И бизнес вроде идёт, и друзья, и путешествия есть. Всё хорошо. Иногда не очень хорошо у кого-то, а у кого-то хорошо. Но в целом человек, несмотря на свою реализованность, там спортсмен, предположим, человек, или там, не знаю, музыкант, или учёный тот же самый, может быть, вне зависимости от того, какой деятельностью этот человек занимается, несмотря на реализованность в своей деятельности, он чувствует, что что-то так и не началось. Понимаешь, такое чувство прямо, что что-то не началось. Вот оно возможно, но оно не началось. И оно где-то прямо близко, вот где-то, как будто бы за поворотом, за ближайшим. Но не случилось ещё с тобой. Это странное чувство, и ты думаешь, вот я сейчас заключу там вот этот контракт, или вот этот, или вот то, или, не знаю, девушка думает, вот у меня там 100 тысяч подписчиков, хочу миллион, вот будет миллион подписчиков, всё будет как надо, например, или у меня есть муж, но нет ребёнка, надо ребёнка, или есть парень, например, но не хочет там жениться на мне, там что-то вот такое, да. А потом, когда она получает, и женитьбу, и всё, а то же самое чувство остаётся неудовлетворённости, и муж как бы просто проглочен этой пустотой, этой, ну, этим запросом, и не удовлетворил нисколько. А это значит, что твоё свершение не находится в материальном мире. Значит, это не материальное свершение, это не материальная самореализация. Потому что есть материальная самореализация, например, это когда ты там, ну, не знаю, там, создал что-нибудь, там, купил, приобрёл, построил, там, не знаю, замуж вышла, там, ещё что-нибудь такое, типа. Вот, а есть, когда ты, скажем, самореализуешься, реализуется твоя самость. Как звучит на санскрите самость? Атман. Атман — это чувство себя, которое можно выразить с фразой или там мыслью. Я есть, я существую, я есть. И Атман — это чувство, связанное с человеком, связанное с телом, но не связанное с личностью. То есть это то, чем является человек безличностно. Ну вот, когда ребёнок рождается, например, он не имеет личности, он себя ощущает, как Атман, у которого есть тело, сознание, у которого есть тело. И всё больше и больше это сознание индивидуализируется, индивидуализируется, но в случае с ребёнком оно параллельно обрастает ещё и личностью. Личность состоит из набора реакций, которые проверены за годы уже. То есть ребёночку там 5-7 лет, например, и у него 5-7 летний способ экспериментов с типом реакций, которые работают, остаются нерабочие, он не применяет больше. То есть заплакал, ему дали что-то, покричал там, дали что-то, внимание уделили, например. Вот. И ребёнок запоминает, а это работает, ко мне поворачиваются, меня берут на руки, мне дают то, что я хочу, когда я кричу. Ясно. И вот он как бы из этого теперь состоит его характер. И вот этот характер, и потом как бы мы распознаём как личность человека вместе с паспортными данными. То есть мы примерно даже можем описать характер человека. А характер человека это просто вот набор привычек, которые вы используете во взаимодействии с человеком. То есть характера без общества не существует. То есть если человек будет жить в лесу, его сложно будет как-то характеризовать. Есть у него воля, нет у него воли, упрямую или упорный, радушный или нерадушный, общительный или нет, жизнерадостный, нежизнерадостный. Жизнерадостность исчезает за пределами общества. Радушие исчезает за пределами общества. Позитив исчезает за пределами общества. Страдания за пределами общества исчезают. Различные там печали, все там грусть, обиды исчезают. Все. Если человек будет жить в лесу, у него не будет никаких эмоциональных волн вообще. Он будет как дерево. Поэтому люди так стремятся к уединению. Поэтому люди стремятся к уединению, попасть на ретрит, картуру света, потому что здесь можно обнулить все свои эмоции и узнать себя не как личность, не как набор эмоций. А после ретрита, после пробуждения человек может свою личность менять? То есть он уже сам может регулировать? Ну, в целом, да. Я объясняю, как. И вот, кстати, в чем и роль наших подкастов объяснять людям, как дальше регулировать, что, ну, например, и делает там звукорежиссер, предположим, да, у него такие вот ползуночки есть на его, вот этой, как это пульт, да, называется, да, микшерный. Вот точно так же у тебя есть свой микшерный пульт, вот здесь, вот здесь, и ты начинаешь выставлять, подкручивать, что тебе нужно. Побольше силы воли ты, подкручиваешь, побольше ответственности, жук-жук, подкручиваешь, меньше лениться, лень убавляешь, например, так, меньше негатива, негатив тоже убавляешь, там меньше, ну, не знаю, капризов, каприз убавляешь, трудолюбие побольше, чуть-чуть побольше, и ты вот, пытаешься все это выровнять, слушаешь, неинтересно как-то так, умение увлекаться, умение проникаться тем, что ты делаешь, или тем, что, там, не знаю, окружает тебя жизнь, ты, чик-чик-чик-чик-чик-чик, подкручиваешь все это, и вот твоя личность, на это несколько лет уходит, но, ну, год, два, три, пять, все в зависимости от того, насколько человек упорный в этом, насколько он доверяет, ну, мастеру, да, или, там, учителю, или гуру, как хотите называть, вот, от доверия зависит вообще весь успех в этом, потому что, если ты думаешь, ну, там, он знает, но я-то тут вот как-то у меня свои особенности, он все-то не знает, тогда это семь лет или десять лет, если ты понимаешь, что тот, кто тебе смог дать состояние без мысли, вне мыслей, то есть, для тебя это немыслимо, как кто-то смог отключить твои мысли, и если ты осознаешь, что это вообще почти нереально, человек сделал, то тогда ты, ну, доверяешь ему и говоришь, а как дальше, что дальше, тогда очень быстро процесс обучения идет, нужно просто во всем понимать, что именно так, именно так, именно так, именно так, и вот так, и вот так, и вот так, и регулировать, и тогда ты выставляешь нужные настройки, но, иногда ведь вы думаете, что, ну, у меня-то вообще по-другому все, Я особенный человек, я вообще такая принцесса, я там, не знаю, король, я там просто уникальный, особенный. Таких не было еще. Ну, конечно, конечно, не было, да, конечно. Но то, каким ты можешь быть, вот таких реально еще не было. Планета не знала таких людей, каким ты можешь стать после пробуждения. И вот это главное. И вот это я могу сделать, и это ты можешь сделать, и это любой может сделать сам собой. Просто доверившись моменту, доверившись тишине, начать новую жизнь, не тащить старую личность. А в старой личности страхи, сомнения, неверие в себя, боязнь жизни, боязнь нового, боязнь быть не таким, как все. Но вот в этой силе, которая открывается в безмолвии, ты в ней понимаешь, да все получится у меня вообще-то. Да чего хочу, то и получится. А чего я хочу? И ты впервые понимаешь, что ты не осознан, ты не знаешь, чего ты хочешь вообще-то. Ну, помимо колечек, там, не знаю, там, машины, мужа, не знаю, собаки, там, детей, что еще-то. У всех одинаковый набор. А твой набор какой? У твоей соседки тоже уже двое детей. Она что-то не похожа на счастливую девушку. А у твоих родителей тоже двое детей. И твои родители тоже от этого особо-то и не были счастливы. Так в чем же секрет? И все у них было. И все-таки ты не можешь сказать, что хотела бы их жизнь прожить. Вот такой, как они, быть или таким, как они. И здесь ты думаешь, вау. И я не знаю, чего я хочу. А это означает, что я не знаю, что мне делать дальше. Ты просто, как бы, корабль без парусов. Как бы ты яхта без парусов. И это очень странное ощущение. У тебя нет двигателя, потому что вот ты его на берегу оставил уже. Заезжая на ретрит, ты личность оставил на берегу. А паруса еще предстоит только натянуть. И компасы нет. Мачты есть. А компасы это я в данном случае. И как бы за штурвалом я. Просто тебе нужно определиться. То есть я помогу, я знаю как. Тебе нужно просто понять, куда. Когда ты со мной. Если не со мной, то я не знаю, как там люди. Получается, пока человек не осознает себя вот тем атманом, самостью отдельной от личности, он не может никак ее модернизировать. Абсолютно точно. То есть пока у тебя нет вот этого чувства «я есть», «я существую». Это такое молчание ума. Сознательное, осознаваемое молчание ума. Если оно у тебя есть, все замечательно, ты имеешь возможность со временем начать регулировать свою личность и свое будущее, свою судьбу. Ловить ее, да, как диджей делает, он ловит ритм, да, и как бы подстраивает следующий трек под него и попадает и встраивает незаметно. То есть тебе нужно следующий трек, следующее свое направление жизни встроить согласно предыдущей своей наработке. То есть у тебя жизнь дала тебе какой-то определенный опыт, да, и его нужно встроить в новое видение. То есть у тебя есть какие-то там образования, предположим, да, или навыки, или там опыт какой-то, вот. Но ты не хочешь жить так, как ты жила. И муж, может быть, и семья, может быть, родители живы. Но что-то это все вот не то, вот в этом во всем нет. И в этом во всем требуется твоя линия жизни и твой вкус, и его нужно раскрывать. И раскрывать, для того, чтобы раскрывать его, нужно один инструмент. Он простой, но до сих пор неоцененный, потому что его никто не определял, как инструмент саморазвития. Ну вот, то есть инструмент, при помощи которого ты будешь строить свою будущую жизнь, он только один. Если человек, человека, знаешь, непробужденным, вот он приехал на ретрит, это один человек, если успели познакомиться с ним, например, там, вот особенно бариста, это самое офигенное, как всегда. И там приходят, да, люди приезжают, берут, что он сок, там, кофе или еще что-то, и бариста видит этого человека. И потом, там, 3-5 дней ретрит, и человек другой просто, рождается другой человек. Другой взгляд, другой голос, другие движения, другая улыбка, человек счастлив по-настоящему. Нужен огонь, преображение. И вот тогда иная температура, огонь, и это огонь мастера или огонь гуру, точнее, то, что через него происходит, то, что через него идет в мир. Мы должны это понимать, мы, как бы, люди очень боятся этого, понимать, что есть люди, через которых идет вот это состояние, это правда, это нужно признавать просто. Вот, вот есть, как бы, у кого-то дар интеллекта, у кого-то дар вот такая энергия, которая через тебя и с твоей груди идет и прерывает страдания людей. И если он встречает такого человека, преображается, и вот потом отзывы, которые мы смотрим, например, и я, я сам смотрел эти отзывы, и просто мне было интересно увидеть сначала человека, да, да, вот. И потом, как бы, ты смотришь, и потом человек, ты думаешь, нифига себе, а как человек стал таким красивым? Вот просто какая-то красота появляется, особенно у девушек какая-то красота. У мужчин появляется стать и спокойствие, какое-то благородство. И улыбка доброты. А у женщин красота всегда там. Светится. И я вот это, ну, во всех видел. У мужчины как будто мужественнее даже становятся. Да, именно вот какая-то суетливость или напряженность исчезает, и человек такой рассматривает мир, спокойно, уверенно говорит о себе. Получается, в современном обществе, даже если у человека появляется такое чувство, он не знает, как его трактовать, и он не знает, где это чувство может вот родиться. Он знает, он там к психологам обращается, к путешествиям, он думает, что нужно чем-то насытить себя, едет в путешествие, иногда принимает участие в каких-нибудь турнирах, вспоминает, что вот он там чем-то занимался в молодости, и начинает восстанавливать. Как-то в спорт идет в какой-то, состязательный такой, ну, какие-то такие. Кто-то идет танцами заниматься, там, думает, что вот разнообразить жизнь нужно, кто-то, ну, там, йогой начинает или духовностью заниматься, ну, такой, как бы, попсовой духовностью. Вот, и кто-то религию, да, там, идет в церковь, да, ну, вроде как сначала даже, ух, что-то новое. Но оно не преображает человека, просто он, типа, вернулся к истокам, традициям своей семьи. Но нельзя родиться мусульманином или христианином, или буддистом, или индуистом, иудеем, там, такого нет. Ты рождаешься, все люди одинаково рождаются, все необрезанные рождаются. Вот, а потом уже что-то происходит с людьми. Я помню, что ты на каком-то подкасте говорил, что ты не о духовности, ты о наслаждении жизни. То есть ты учишь человека именно находиться, ну, находиться в наслаждении. Да, в первую очередь жизнь дана как переживание. Переживание воспринимаемого пятью органами чувств. Вот, то есть ты слышишь, ты чувствуешь вкусы. Ты осознаешь себя вот в этом моменте, и в этих ощущениях ты наблюдаешь их. Ну, и если эти ощущения, они как-то приятны тебе, каким-то образом, то у тебя все хорошо, ты спокойно и наслаждаешься. Если они каким-либо вот, ну, моментом тебе неприятны, то ты видишь, как рождается негативная реакция. И осознанный человек, он эту негативную реакцию не пускает, не дает ей хода. Он наблюдает ее и понимает, я не хочу ругаться. Я не хочу выяснить отношения, я не хочу ничего требовать. И вроде как для других людей, прям для друзей, он становится вроде как слабым человеком, который свое не качает, который не отстаивает свое личное там пространство или право или еще что-то. А этот человек говорит, ну, мне дороже мой душевный вот такой вот, ну, не вайп, но такое ощущение душевное, вот такая жизненная вибрация, поглощение жизни, наслаждение жизнью, что ты не хочешь ее ускорять до вибрации конфликта или спора и делать упор на свою правоту и на свои там права. Не в силах решить, сделать по-своему. Люди, которые тебя именно вот в этом понимают, это самые важные люди в твоей жизни. Ну что, если таких людей, они от рядом? Надо искать, надо найти, надо, ну, в данном случае, надо приехать к нам, да и все, ну, как бы попасть добро или ко мне на ретрит или там на канал. И там, смотрите, на каналах полторы тысячи человек общаются между собой, да, в комментариях там начинают вызывать меня, Артур, выходи там. А у меня вот такой вопрос. Ты описал, что человек чувствует вот что-то и, например, реализует, реализует и разочаровывается, реализует другое и разочаровывается. А если человек еще ничего не реализовал, но уже чувствует? Ну, фактически тогда пропащее дело. То есть это тот тип людей, которые не ощущают этого сигнала внутреннего. То есть без реализации в каком-то материальном мире успешно человек обречен на то, что он никогда не пробудится? Ну, даже если я дам ему это пробуждение, он не может его применять, потому что у него нет силы, он его все время теряет или оно бесплотное, то есть оно как бы бесполезное в материальном мире. То есть оно у тебя есть, это состояние, да, но ты не умеешь им пульском, у тебя есть коньки, да, ты не умеешь на них кататься. То есть я подарил тебе коньки. Должна быть подготовка определенная, определенные события. Ну, да, должен быть определенная сила реализовать задуманное. То есть определенное умение фокусироваться на цели, помнить о ценностях и реализовывать цель. Реализовывать, не идя по головам, как это часто бывает, а вот исходя из того мира ощущения, которое для тебя ценно. Если ты добрый человек, нужно сохранять доброту на своем пути. Если ты веселый человек, нужно сохранять свою жизнерадостность. Вот, реализуя все это. А может так быть, что человек, например, не чувствовал ничего, никаких вот позывов вот этих, и увидел, например, вот сейчас это видео, и в нем это проснется? Да, вполне может быть, что человек, слушая, начинает осознавать в себе, что он рожден для чего-то большего. Это голод, это жажда, прям 100% это ощущается, как голод, почему-то необъяснимому, большому, оно где-то в будущем. Вот оно близко-близко, где ты здесь, но... А где? Что это? Может, мне нужно стать каким-то великим чемпионом? Может, мне нужно в космос полететь? Вот Илон Маск мучается, из-за этого пытается все больше и больше проекта. Я серьезно? Да. Люди пытаются, да, все больше и больше. И как только у них реализуется это чувство себя, вот в его случае вы видите, он застопорился. Какие вот есть признаки, когда ты точно понимаешь, что да, тебе что-то большее, вот оно нужно. Голод будет, аля, жажда будет, аля, на когда ты реализуешь себя, когда ты вот эту самость реализуешь, когда ты ощутишь, да, и есть, ты поймешь, что ты ждал это очень давно, словно вечность. Не вот эти последние 20 лет или 15 лет или 10 лет жизни, нет. Как будто бы ты ждал это в века, тысячелетия. Такое будет. Все успокоится и станет невероятно красивым, сказочным, безмятежным, когда случается это самоосознание, да. Там просто человек приходит на социанг и там что-то говорю. И с некоторыми уже в начале социанга это случается с кем-то там на второй день. Кто-то в самолет садясь, например, да, там уже улетая, говорит, а у меня не случилось. Бывает, что человек мне пишет, я сейчас, у меня посадка, благодарю, что там тра-та-та. А потом из самолета пишет, я вижу это, то, на что ты указывал, оно есть здесь, везде. Взлетаем. Такое было несколько раз очень похоже. Когда это случается, ты понимаешь вообще себя, жизнь, людей, ценности, смыслы. И все встает на свои места, и ты становишься, как бы, ты удовлетворен собой. И да, ты, то есть, ты становишься медитативным, и ты все больше и больше начинаешь медитировать. Мой совет тем, кто обнаружил в себе такое чувство, что чего-то недостает, вот вроде все есть там, да, ты купил то, что хотел, реализовал, создал бизнес там, не знаю, женилась там, женился. Женщина там, например, понимает, что у нее там дети есть, она замужем, все хорошо. Ты тоже так же можешь думать, что у меня есть семья, ты женился там, не знаю, понадкрывал кучу бизнесов, которые тебе были интересны, и все-таки ни один из них не удовлетворил тебя, ты понял, что ни женщины, которые у тебя были в жизни, ни машины, которые ты перепробовал, ни страны, в которые ты ездил, ничто из этого не дает утолить этой жажды, она везде. Ты сидишь где-то вот в другой красивой стране, в столице, в шикарном ресторане. Это те места, о которых ты когда-то там только в фильмах смотрел, и ты сидишь там, и у тебя гложет что-то вот, как будто что-то не достает, как будто то ли море не такое, как ты ожидал, то ли закат этот не такой впечатляющий, как на картинках был, то ли отель этот, ты думал, что будет крутое, он просто какой-то старый особняк, ну что-то не впечатляет, не трогает, шум какой-то, ты думал, что здесь как-то будет не так, или не знаю, ты думал, официанты может быть более любезны, или не знаю, там, в поклонах будут все перед тобой, не знаю, может, но все это ерунда, все то, что ты пытаешься предположить, что оно типа не такое, как ты ожидал, на самом деле не в этом все, и ты как бы начинаешь понимать, что то, что я хочу, оно вообще ничего не из этого, ну то есть нет разницы, там, 7 звезд отель у тебя будет, или там, не знаю, 20 звезд, или там какой-то ресторан, там, сам Мишлен к тебе придет, ты начинаешь понимать, что что-то вообще не в этом дело, но ты никак не можешь понять, в чем, и ты думаешь, наверное, это девушка, с которой я нахожусь, это не она, это не она, наверное, вот нужна другая девушка, та самая, но та самая девушка, она внутри тебя, это твое сердце, это твоя душа, это твоя самореализация, Атма, это должно проснуться, просыпается, это за одну секунду всего тебя пронзает бесконечностью и ты понимаешь вот она и теперь ты можешь сидеть где-нибудь знаешь в любом сарае и будешь чувствовать что это божественное место просто когда тебе открылось это внутреннее состояние то все и вот этот голод который ощущают люди когда ты не реализован несмотря на все своей реализации когда ты несмотря на все то что ты хотел создать или хотела например да ты не знаю там хотела вставить там себе губы вставила хотела там ставить брови себе вставила не знаю там что волосы хотела вставить ставила там или удалить удалила там не знаю то есть все сделала как бы а счастья все еще нет то есть ты начинаешь догадываться что какой-то окончательной точки никогда нет вот ее нет ты ждешь 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 я никогда нету я поеду тогда наверно туда съезжу ты едешь туда и ты не понимаешь почему классно здесь но сейчас я пойду в отель спущусь с этой горы на там ты стоишь где-нибудь и думаешь классное красивое место пик виктория замечательные люди вокруг все хорошо тебе должно быть счастлива красивая бухта бель перед тобой открывается это думаешь нифига 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 нет этого того что ты ждешь от этого ты вдыхаешь и какой-то все сейчас ну пофоткались ладно садимся в трамвайчик там не знаю еще куда-то или еще куда-то там не знаю фуникулер там ну в общем нету этого да да классный день покатались на лыжах там посидели где-то посмотрели на горы попили горячий чай кофе все хорошо повеселились но какое-то все время томящее фоновое чувство и такой вопрос как бы и как тебе и ты думаешь но сегодня на ужине наверное все будет вообще классно классно ужин и да в этом ты спускаешься там в шале ресторан свой там сидишь головы кабанов тут висят чита трофей да ну хорошо я когда-то хотела до свидетель хотел в таком месте вот там пить этот пунш там как бы в ожидании но где то самое ощущение удовлетворенности то его нету и вот вот с этим чувством человек живет и человек у которого ничего нет он где-то там живет небольшом городочке там как-то без шансов как как бы на удовлетворение там работает ну не за маленькая зарплата и все он думает ну вот эти то люди там в телевизоре они живут вот эти тоже ганы вот они там живут или там кто оксана самой вода вот они точно живут у них он там четверо детей там 16 миллионов подписчиков платье красивые миллиард долларов там да ну внизу не думаю что у них миллиард долларов но у кого то есть часто в психологии называют кризисы то есть кризис среднего возраста и у женщин есть кризисы и у мужчин принято больше говорить о мужских кризисах но вроде как и у женщин сейчас тоже они там в районе 30 лет уже как бы все признают что он существует это вот тоже она это когда тебе по судьбе ну как бы есть возможность реализовать но как бы по судьбе не реализовано то есть есть возможность но реализации нет как будто открытый вопрос то есть как будто бы ты закончил университет и ты мог бы работать по специальности там инженером предположим там или врачом ты не пошел и вот тогда наступает как бы у человека кризис среднего возраста он является результатом нереализованности именно вот этого чувства себя этот кризис это результат того что ты понял что ты так и не реализовал себя ты реализовал проекты но не себя в этом разница то есть я мог приготовить еду но если я не поел я все еще голоден нужно в себя это как-то вложить а как они свои вот это все в себя вложит до тела у тебя в комфорте а здесь но ты не знаешь этой потребности что же у тебя за потребность какой у тебя запрос что ты должен реализовать каким ты можешь стать и это не в плане денег а это что за ощущение будет все время у тебя в жизни и как ты уникально будешь выглядеть что за цветок ты пока только трава есть пока только листья цветов нет и плодов нет и ты хочешь плодов ты хочешь чтобы у тебя были цветы как у дерева да и плоды но их нет на это рождает кризис и ответом является только одно самоосознание пробуждение себя и да вот такие странные личности как я могут это дать странно для большинства людей потому что я говорю странные вещи правда как я вчера когда открыла чат это вот это действительно окно в другую реальность конечно так и есть лет это же не просто как-то я не просто там переписываюсь или что-то пишу я просто раскрываю пространство я раскрываю измерить да так и есть это так и дело я говорю это звучит очень странно для всех людей обычных людей кто не ощущают этого не вот эти несколько тысяч которые там находятся и ощущают а вот просто люди они скажут что ну значит там 18000 сумасшедших в 19 вот и все вот так людей пропускает свой шанс у них есть тяга ну я не знаю мне кажется у большинства есть вот эта возможность пробудиться а их неверие вот в это вообще измерения она закрывает и все получаются возможности ну ты знаешь что ты видел такую штуку называется пирамида масло такая картинка вот и там это треугольник то есть людей которые поднимаются вверх 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 в саморазвитии их там меньше 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 то есть не может быть вся масса там ничего перевернутый треугольник было и жизнь была бы на планете неустойчиво если будет миллион богов и один пекарь то как бы а может так быть что человек вот например послушал и он решил я хочу может быть это и не для меня а я хочу молодец шанс нет делать вот он подпишется на все каналы и будет четко следовать да на работает себя хорошую карму на следующее рождение но если у него нет этого сигнала не было этого голода то в этой жизни ничего не случается но делать надо если он решил делать нам есть и другие пути можно просто жить на 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 все сто на полную катушку с полной не знаю уверенностью что ты делаешь это для людей что ты делаешь добро для людей что ты любишь людей то есть нужно жить для людей целую жизнь или вот саморазвитием заниматься там медитации вообще медитации не избежать это определенно такое как бы для вас всех путь неизбежно если у тебя нет опыта медитации на медитированности да вот как бы опыта осознавания то тебе лучше ну нарабатывать его нарабатывать 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 поэтому даже если ты не чувствуешь голода самореализацию того знаешь его величие в должна тебе открыться ты не чувствуешь этого что не должно тебя от отворачивать от саморазвития ты должен все равно медитировать тебе нужно нарабатывать вот свой первичный капитал который ты потом вложишь придешь на ретрит и скажешь артур я медитировал там год или там полгода или там три года вот у меня появились такие-то ощущения это она и скажу вполне может быть присаживайся в зал сейчас начнем и тогда в тебе вспыхивает этот свет нужно внешнее воздействие то есть вот как атом расщепляют на во время реакции от которых мы получаем вот это вот все электричество это всего лишь расщепили ядро да и выделение энергии происходит вот так же когда ты приходишь на вот сюда там вы выберете что это за чудесное состояние когда все становится таким просто на сатсанге сидишь там через пару минут там все засияло все засветилось счастьем любовью радостью там да это вот этот здесь такая штука реактор есть у всех людей в центре прям такой и вот там нужно расщепить просто я туда могу направить внимание и происходит чудесная такая реакция магическая и потом ты живешь с этим и уже используешь этот свет в тех целях которые ты видишь достойными только достойные цели не достойные не берите получается если человек вот это имеет чувство и он например увидел тебя он же если даже отвернется он не сможет уже отвернуться от этого чувства никогда мне кажется все время будет чувствовать что нужно 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 то есть бывает так что люди приходят и думают ну я все таки пойду какую-то обычную жизнь жить не хочу я быть странным в этом обществе с обществом это зачастую такой даже те кто меня там ютубе просто смотрю на там какой-то странный чувак как бы странные вещи говорит о боге энергия расщепления атома ну понятно очередной там что они будут потом не забыться ведь нет нет если что-то человек ощутил рядом со мной или глядя на меня или слушай меня что-то такое странно но манящее таком чуть-чуть какой-то завлекающие но непривычно и поэтому человека может отпугнуть он думает пойду обычная жизнь жить уже невозможно все ты как бы ты заражен как это знаешь как будто на тебя чихнули то есть ты можешь уйти куда угодно но ты все равно заболеешь счастьем ты заболеешь свободой ты заболеешь любовью к жизни все он ты будешь чувствовать эту тягу наслаждаться и быть беззаботным и это неизбежно же такое одно прикосновение на меняется неважно где там в ютубе или где-то счастье неизбежно можем так назвать наш подкаст счастье неизбежно полную версию этого подкаста смотри только на артурсила.спейс